Ну чё, пацаны, 3D? Всем привет, меня зовут Лёха Кликтон, мне 15 лет, и вот уже полгода я моделирую в программе Blender. Сегодня я как раз хочу поделиться своим опытом и мнением, расскажу про его достоинства, а также почему именно Blender является отправной точкой в 3D-моделировании для меня. Так как Джон не шарит обо всех преимуществах будущего человечества, придётся мне вывозить эту катку. Вы находитесь на канале J7... Эм... Стоп, стоп... Joy Centers, и мы начинаем. Итак, начать хотелось бы с того, что такое Blender и для чего он нужен. Blender – это профессиональное программное обеспечение для создания трёхмерной графики, включающая в себя средства моделирования, скульптинга, анимации, симуляции, рендеринга, постобработки и монтажа видео. И вот, собственно, первый большой плюс этой программы – универсальность. В отличие от других 3D-пакетов, в Blender вы без труда сможете создать простенькую сцену, затекстурить, сделать трекинг, вставить объект в реально отснятое видео, всё это дело закомпозить, порезать, ещё и звук наложить. Безусловно, самый главный плюс этой программы – это, конечно же, 100 bucks. То есть, доступность. На начальном этапе Blender обойдётся вам, моё почтение, бесплатно. Вы можете скачать не демо, а полноценную версию этой программы с официального сайта. И, по-моему, это действительно круто. К примеру, месячная подписка на Cinema 4D обойдётся вам в 3985 рублей, или же в 47 тысяч рублей в год, в зависимости от курса. А там ещё плюс покупка плагинов и рендера. А это, хочу сказать вам, дорогие друзья, нифиговая сумма для страны, где в школе один обед стоит как дошек. Ещё одним достаточно важным плюсом Blender являются минимальные системные требования. Всё, что ей нужно для стабильной работы – это процессор Intel Core i3 и выше, 2 и более гигабайта УЗУ, 2 гигабайта видеопамяти и всего 500 мегабайт на жёстком диске. Это означает, что даже самый слабый старенький ПК сможет вывести эту программу. Ну, конечно же, в разумных целях использования. Следующий немаловажный плюс Blender – это простота и удобство в работе. И действительно, основные принципы работы в программе вы можете изучить буквально за несколько часов. На моём канале есть даже обучающий ролик, посвящённый основам работы в Blender. Если интересно, можете глянуть. И да, забегайте на мой YouTube-канал, где я делюсь своими навыками в различных графических программах, в том числе и в Blender. Также я делюсь своим опытом в изучении языка программирования Python, но иногда делаю обзоры на гаджеты, которые ко мне попадают. Несколько лет назад мне доводилось работать с синими. Так вот, там мне казалось всё намного сложнее и запутаннее, по моему скромному мнению, конечно. Если ты хочешь получить более классную и качественную модельку, то тебе придётся качать сторонние движки по типу Redshift или Octane, которые к тому же платные. В Blender же есть невероятно крутой встроенный движок под названием Cycles, который выдаст вам очень красивый финальный результат. Этот движок прекрасно функционирует как на процессорах, так и на видеокартах. Ну а для просмотра финального результата отлично справится ещё один движок под названием Eevee, позволяющий в режиме реального времени с минимальной нагрузкой на ПК просматривать все текстуры и наложенные эффекты. Также немаловажным фактором в пользу Blender лично для меня является его быстрота. Программа запускается гораздо быстрее своих 3D-братьев и к тому же практически моментально реагирует на все команды, даже не на очень мощных системах. Именно нетребовательность к компьютерному железу зачастую является определяющим фактором для выбора в пользу Blender. Особенно, когда родоки не дают денег на 3090. Что ж, думаю, эту программу я достаточно расхвалил, и пора бы поговорить о её недостатках. И по сути, у этой программы есть всего два основных недостатка, на которые чаще всего жалуются пользователи. Один из них в том, что не все инструменты в Blender настолько мощные, как хотелось бы. Часто бывает так, что инструмент отрабатывает не так, как ты хочешь, потому что порой функции конфликтуют друг с другом. Проблемы с экспортом FBX, особенно RIG с анимацией, сглаживание модели в местах коллизии, из-за чего её не видно в Blender, но видно в другом софте. И зачастую это проблемы, которые связаны с пайплайном других программ. Поэтому Blender лучше использовать в единичном формате, пока такие вещи не пофиксят. Ещё есть один момент в том, что Blender очень часто обновляется. Версия LCS обновляется раз в пару месяцев и привносит большой функционал и изменения. Но есть ещё и ежедневные обновления, в которых прилетает множество новых интересных фич, а также заодно и багов. Такой вариант работы на свой страх и риск, но никто не заставляет его применять. Зато этот вариант позволяет обучаться новому функционалу быстрее. Это я к тому, что многие пишут про баги, не посмотрев на версию, которую скачали. Понятно дело, что в полной мере заменить некоторый профессиональный софт ей не удастся. Но многим это и не надо. Им с головой хватает тех функций, которые предлагает программа. И зачастую пользователи, в том числе и я, делают выбор в пользу удобства, простоты и денег на обед, конечно же. В общем-то, все эти плюсы и особенности сделали её крайне популярной как среди начинающих пользователей, так и среди профессионалов. Софт нередко выбирается в качестве основного рабочего инструмента для больших и серьёзных проектов внутри одной программы. Ну и осталось ответить на главный вопрос. Кому же подойдёт Блендер? Сама по себе программа Блендер рассчитана на тех, кто ещё только начинает свой путь в мире 3D моделирования. Школьникам она позволяет развивать пространственное мышление, а также подарит возможность создавать красивые открытки, видеоролики или даже полноценные 3D модели. А если ты крутой моделлер, то женщины всегда будут писать тебе комплименты. Ну и вот, в принципе, всё, о чём я хотел вам сегодня рассказать. И, наверное, самый главный совет, который бы я хотел дать всем новичкам в Блендер, это практика и ещё раз практика. Придумывайте свои модели или берите идеи в интернете, но самое главное – воплощайте их в 3D. Ну и если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком и подписочкой на канал. С вами был Лёха Кликтон, ещё увидимся, не скучайте и не останавливайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok